диски у нас велосагра pd 2 и 5 они были навесные это я уже говорю для новых зрителей потому что не все видели какие у нас были диски раньше я уже давно с дисками видео не снимал pd 2 и 5 навесные но мы их переделали на прицепные если есть деньги лишние то лучше сразу брать прицепные по работе разницы нету но на трактор меньше нагрузка при переездах на разворотах а если уже человек берет за последние деньги там собирают то конечно и навесные нормально мы несколько лет работали а некоторые мои знакомы сразу же прицепные у нас в округе в принципе все сразу брали прицепные вот это наверно наша новая покупка первая была сам этом года три назад позвонили на завод как узнали цену тогда они стоили 87000 мы конечно офигели у нас даже можно сказать на последний день не купили но это не растраты а вложения это я умный 100 процентов любое вложение всегда приносит деньги раньше бы дисковали у нас было бдт 3 намучились постоянно на каждом кругу подтягивали те батареи в общем дисковку было одно мучение с этими дисками без проблем уже три года дискуем и никаких проблем что самое интересное в этих дисках мы сейчас уже почти все так делают большинство ни разу это как 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 купили ни разу не мазали вообще не обслуживаем сейчас я точно уточню может не без меня тут мазали вадик а диски промазывали ни разу а сколько они нас уже лет вообще ни разу не мазали диски у нас получилось так что мы врезались у нас гидран срезали на поле и наверху оставили срезали и врезались одно это и согнули и нам заменили полоса полностью стойку и ступицу поменяли нам а пока мы к ним обратились тот же день мы поехали купили ступицу которая обслуживается в общем даже та которую нужно мазать уже наверное года два мы и вообще не мажем стены сейчас хочу показать и а вот она вот такие диски с такими ступицами были 87000 а такие 82 которые надо мазать постоянно вот водница и уже два года мы вообще не мажем вообще сейчас я точно еще вадик вадик а вот эта ступица которую надо мазать вы мазать не одна ступица которую мы меняли а куда она убивает не но держ не рассчитаны вот даже те которые надо мазать которые не предусмотрены мы ни разу не мазали входит но у нас запасе ступица лежит такая если что заменим нормально все равно испытание можно сказать вот это единственная проблема несколько раз меняли подшипник на ступица да вот здесь подшипник меняли ваде подшипник сколько раз меняли здесь на как на этом катке меняли подшипники сколько раз но подшипник меняли меняли вот новый курс поменяли несколько раз я решу два раз один раз паром а вышел прям ступицами полностью меняли поиск не ступицами с корпусами было когда были только в корпусах но вот что на этих дисках это заменили удалить подшипники и стойку одну поменяли сейчас поеду покажу как горох по гороху мы землю подготовили там тоже была дисковка культивация бороны и одна культивация вот такое у нас устройство самодельная а я чуть остается или захватит тому же пошло ваде как по навигатору рассчитал последнее вот это может все поле это закончили честно другое перейдя а не а ну а а со и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все будет складываться Вороны 9-метровые Когда мы покупали Не было этих транспортных цепей Страховки Производитель нам передал Люди сделали замечания Производитель почитал и передал нам цепи Сделали все культурно Я так понимаю Их будет ложить наверное уже в комплекте Здесь у нас был озимый очмень Тут уже тоже мы подготовили Более ровное А здесь у нас был горох Зимующий Тут вообще Уже пар Мы тут после гороха Сразу задисковали Прям чуть ли не на следующий день После уборки А может через пару дней Тут вообще Настоящий пар Смотрите Вот я вам говорю Два месяца не будет дождей Вот так придем Через два месяца Ковырнем И тут будет точно такая влага Вот это Настоящий пар И некоторые допустим Приезжают на поле С моря травы нет И не культивируют Может месяц полтора пройти А трава не растет И они не культивируют А земля дает трещины И эта вся влага уходит Вот что такое настоящий пар И многие там спорят Нужен пар Не нужен Это страховка в нашей зоне Поля вычищаются Чистые поля становятся Потом некоторые умножают Вот если пар не дал Два раза больше урожая Чем там после подсолнуха То это невыгодно А никто не считает Что потом будет Через год урожай лучше Через два года Будет урожай лучше Потому что влагозаряд остался И он будет лучше Чем там после подсолнуха Кто не сталкивался с паром Тому бесполезно Что-то объяснять Я так скажу Не каждый год получается В два раза урожайность Хотя в этом году У нас так получилось Один из немногих годов Когда пар дал урожайность В два раза выше Чем после подсолнуха Это вообще офигенный результат Но даже если он даст В полтора раза больше Это тоже хороший результат Потому что потом будет Через год Нормально Лучший урожай Чем после Если бы не было Севоборота этого В общем Насчет пара Можно спорить Сколько угодно Но я скажу так Для некоторых областей Пар выгодно держать Для некоторых областей пар Невыгодно держать Вот и все Покажу еще одно поступление У нас Пришла нам посылка Из США Я ее правда открыл Потому что на почте Уже чья-то рука залезла Открывал, смотрел Не пропало ли что Хотя я сам не знал Что там находилась Пришла нам еще посылочка Тут приятная Я правда открыл на почте Знаешь откуда Из США Кофе Кофе нам обещали С Израиля Бейсболки И перчатки А ну Открой посмотрим Я уже конечно Дома посмотрел И кепочки Джандировские Походу Наверное Фирменные А ну Вадик Открой Смотрите Тут вообще Она идет без размера Вообще Видите На вас здоровая Ну да Здоровая Вот это самое вообще Козырное Я померил Мне вообще подходит Это Игорь глянь Качество Тут вообще Напись такая Классная Прорезиненная Я посмотрел Уже все кепки Обалденные Ну это более-менее Если она Ааа Это регулируется Нет Тут только две Таких Которые не регулируются Вот Один Самые лучшие Не регулируются Да И вот это Такие интересные А ну да Я тебе Большая На меня четко А ну Вадик Померил На меня четко На меня четко Я уже мерял Да я же открыл Дома А ну Вадик Попробуй Большая У меня значит голова Большая Игорь А ну померяй Так что везде Самые козырды Забирать На меня четко Вообще А ну да Я еду Померю И это на меня Как раз Да Они самые козырды Вот эта Тебе подходит Да она белая На феном Да она тоже Классная какая На Новый год Будешь одевать Тихо Вадик Вот тебе А ну подожди А где еще А внутри мы все Олень Где олень А внутри мы все Олень Слушай Они даже внутри Расцветка идет Какая-то Олень На всех Так это Жандир Олень А да Смотри Да у них внутри Даже идет Рисунок А ну покажи А ну перчатки Померете Алла Поздоровая Они такие Знаешь Несильно Большие Нормально У вас руки Здоровые Мужские Работящие В общем Спасибо Пете Подписался он Пете Я не знаю Как точно Фамилия его Классные Кепочки Спасибо А ну откройте Людям Первая наша посылка Еще из-за границы А тут сеточка И Пэрр Это в мешках Помните Удобрения Мы засыпали Под подсолнух Тоже нам дали Евралис Евралис У нас уже куча И зеленые есть Но самую козырную коллекцию Вот эта Светлая пойдет Так И И СПД Петров Это там Где мы смотрели Навозы разбрасыватели Есть у нас И Стаканчики Так Это у нас Евралис Кружки Чашки Петров И Такая кружка У нас МТЗ Ок Канал у него на ютубе есть Который запчастями Торгует Так что Мы все собираем Все что нам дарят У нас все есть Мы ими пользуемся Вечами Вот это пойдет В коллекцию Так что Рукавицы Сушим И Рукавички Я думаю Тоже Хороший Вадик Рукавицы Обалденно Крутить Будет Зимой Силитра Начнется Вот Силитра Сейчас Начнется У нас Пассивная Отлично Начнем Нет Это Некабрение Можно Развязывать Да Ну Они Прорезинования Обалденные И такие тоненькие В общем Коротенькое Видео Сегодня Показал Что у нас Сейчас происходит На полях Какая работа Недавно Культивировали Вот на этом поле По Эчменю Сейчас Дискуем И вот сейчас Закончим Дисковать Тут у нас Осталось Вектор 20 Наверное И начинаем Пахать Видели Уже Прошлых Видео Плух У нас ПОН Три Но он был Три Плюс Один Один корпус Отсоединили И нам Четыре корпуса Наш трактор Не потянет В общем Посмотрим Нашу пахоту Техника Для нас Новая Такой Плух С перевыми Отвалами Да еще Оборотный Всю жизнь Мы пахали ПЛНами Да и Соседи Все вокруг ПЛНами Я слышал Где-то В соседнем Хозяйстве Там есть Я не знаю Сколько Корпусов Для тяжелого Трактора А так В округе Не слышал Чтобы были Такие Плуги Следим Я думаю Пахать Нам дней Может 6 Что тогда Я сниму Процесс Результат Как получается Там у нас Поле после Пшеницы И Стерни Много Поэтому Мы решили Запахать Посмотрим Как он Перевернет Стерню Все Всем удачи До встречи